Друзья, только что у меня состоялась беседа с режиссёром-девушкой Айжан Касымбековой. Айжан Касымбек, и это та самая девушка-режиссёр, которая сделала фильм «Огонь», который завоевал уже самые разные награды, и даже, кстати, один из актёров получил награду за лучшую роль, как лучший актёр, это Тулеберген Байсакалов, тоже наш большой друг, в общем, мы с ней пообщались, поговорили, я у неё узнал, где и вот можно будет посмотреть уже фильм, в каких кинотеатрах, потому что фильм появится на экранах уже 20 октября. Также узнал подробности о съёмках фильма, узнал, тяжело ли вообще девушке, молодой девушке, красивой, тяжело ли ей быть строгой, жёсткой на съёмочной площадке, ведь работа режиссёра – это очень-очень непросто. В общем, об этом мы вот так вот немножко пообщались, поговорили, и я нашу беседу, как всегда, предлагаю вам для просмотра, чтобы вы могли поближе познакомиться с Айжан Касымбеком. «Алхай, Петербург» «Как у вас дела?» «Всё хорошо, спасибо, только холодно немножко». «А вы сейчас где находитесь?» «А я просто в офисе сижу, у нас ещё отопление не дали». «Алхай, Петербург» «Валматы», «Валматы». да супер уже можем начинать да если давайте уже 20 20 октября на экранах появится ваш фильм от вот и это фильм который ну довольно долго люди ждут потому что про него было много информации и то что долю берген байсакалов получил награду как лучший актер и по разным фестивалям фильм тоже проехал и все очень ждут себя очень хотят его посмотреть а как известно он показывается только на фестивалях уже сейчас нигде нельзя посмотреть я правильно понимаю на данный момент нет только вот в кинотеатр не могли бы вы чуть-чуть рассказать нам про фильм о чем фильм в чем вот его идея основная чтобы вот люди которые пойдут пойдут его смотреть чтобы они примерно представляли о чем в этом фильме будет идти повествование ну картина рассказывает историю обычных людей мне кажется зритель может узнать себя кого-то из своих близких вот из своих соседей семья живут на съемной квартире расплачиваются с долгами с кредитами и вот так вот у них как-то в рутине проходит жизнь и просто такой срез жизни в целом как мне кажется такое доброе кино получилось не охвата совсем раскрывать сюжеты сюжетные линии вот чтобы зрителям осталась возможность пойти посмотреть самим тогда может быть если мы сюжет не будем сильно раскрывать может быть поговорим о кастинге фильм потому что актеры вот я смотрел одно из ваших интервью или это был репортаж о фильме что-то такое и там вы говорили про кастинг фильм что вот например талиберген байсакалов он идеально подошел вот на роль и что даже его имя вы решили оставить у нас кастинг был получается пару месяцев предварительно я у себя в голове уже держала образ героя и заранее как-то мне даже была возможность поехать познакомиться с талибергеном я ему предложила сыграть но в то же время все равно мы решили посмотреть других актеров вот ну и как-то прошел кастинг и для себя вот просто точно поняла что это вот мой герой не бы мне хотелось поработать и для меня было очень важно чтобы мы сработались во время съемок и поскольку это мой дебют какие-то были это внутри страхи сомнения но все получилось очень даже удачно а я там видел даже фрагмент вот был это наверное со съемок и и там вот было даже такое что то ли съемочная группа это были то ли вот участники тоже фильма но они танцевали это это чтобы что был за момент такой ну это в фильме один из героев он увлекается латиноамериканскими танцами вот и у нас была стена небольшая герой танцует бачату героя тульпергена байсакала просто это случайно замечает стоит смотрит мне просто хотелось интегрировать как-то в казахское кино элементы латиноамериканской культур но в плане танцев чуть-чуть разбавить и вот собственно так очень очень интересно а это не в этом моменте я знаю что то ли берген повредил ногу это не связано с танцами или нет 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 получается по сюжету полик развозит хлеб по магазинам и у нас была игровая машина в фильме вот она очень тяжело заводилась и каждый день он ее возил сам очень много километров у нас локации были по всему городу разбросаны и он просто повредил ногу и уже к концу съемок он просто хромал но несмотря на все мы смогли закончить ему огромное спасибо выдержал в этом плане было немножко сложно на огромный профессионал на мой взгляд очень очень легко свободно комфортно у него нет никаких стереотипов нет то есть я молодой режиссер да то есть мы как-то не не принижал меня относился на моральных вот потом у него нет стереотипов в гендерном плане да то что девушка режиссер и вообще у него как вот я для себя подметила он сделает все для того чтобы передать твою задумку если нужно будет откуда-то спрыгнуть он спрыгнет будет валяться там не знаю в пыли в грязи он это сделает и мне мне очень понравилось я думаю что весь его потенциал еще не полностью раскрыт на мой взгляд мало ролей у него данный момент которые вы смогли полностью вытащить все его таланты я очень надеюсь очень желаемо чтобы были больше интересных разных ролей мне кажется что вот дреберген байсакалов у него есть что-то общее вот был такой актер колокольник который сыграл в собачьем сердце роли шарикова тоже из казахстана актер мне кажется что вот такого же уровня актера не знаю не знаю не знаю не могу проводить аналогии все равно мне кажется каждый актером как-то по-своему уникален может быть образ то есть где-то схожие а так в остальных моментах я думаю что нет давайте тогда перейдем на немного от фильма поговорим немного о вас потому что всем я уверен очень интересно что молодая девушка режиссер режиссером же быть непросто нужно и команду держать чтобы там никто не опоздал никто не проспал и и за финансами следите за картинкой следить чтобы было как и за актерами следите все вот это вот где вы учились вот этому мастерству а у меня профессионального образования в кино нет скорее просто мне повезло то что у меня отец был режиссер и я просто у меня была с детства насмотренность и уже любовь в раннем детстве просыпалась к кинематографу вот собственно я всегда хотела быть в кино с детства но отец противился поэтому на какое-то время я ушла вообще другую область и но как-то как-то все равно не знаю судьба наверно привела в кино и я начала уже серьезно задумываться о том чтобы начать что-то потихоньку снимать и нарабатывать опыт навыки ну и конечно нужно было получать все равно знания которые бы помогли мне вот эти знания как мне кажется я получила в корее вот там был невероятно интересный скажем так воркшоп я училась получила не то что сколько даже знания сколько наверно не ну просто в тебя вселяют такую огромную уверенность дают в том что ты можешь снимать и ты на своем месте то есть и на правильном месте ну примерно вот так если про образование я вот сразу хочу спросить и про вашего отца потому что у него у все фильмы были очень добрые наверное самые самые добрые фильмы вот и даже всеми втором году награду получил один из его фильмов как лучший детский фильм как-то как-то это отразилось на вашем тоже на вашей работе в кино ну мне кажется мой отец ну то есть вообще снимать кино с детьми и про детей это один из самых сложных жанров к сожалению или к счастью я не работала так много с детьми а мне немножко как бы интересуют другие темы вот но я почему-то думаю что чтобы снимать такого рода фильм и быть самым невероятно наверное добрым и мечтателем вот так так таковым был мой отец я по складу характера все-таки чуть-чуть отличаясь у меня куда-то больше тянет социальную драму драму наверное вот но сейчас как-то я уже выхожу из темы социальной драмы хочу что-то снимать другое но не комедии но хотя бы может быть романтические там комедии может быть триллеры что-то такое а что касается вот я просто был сам я учился в корее 2013 году ты был в бусане я тогда поразился тем насколько там вот все профессионально относятся там если он играет на гитаре то он супер профессионал в игре на гитаре если он поет то он супер профессионал в этом вот сейчас мы видим успехи корейского кино и так получилось что вы там получается получили вот такой фундамент который сейчас используете что можете сказать про корейское кино как они вот работают чем это отличается например вот от нашего кино от кино в казахстане и вот от мирового кино что вы для себя отметили ну я так думаю что это у них просто так не образовалась это получается 90-х была огромная поддержка со стороны государств огромное денежное влияние целые программы разрабатывались которые вот помогли кинематографу развиваться огромными темпами и надо и в то время у них появилось очень много независимых компаний и также получилось привлечь зрителей к корейскому кино то есть это такой у них был большой путь а что касается если вот сейчас ближе к нам я думаю что это невероятно огромные профессионалы они на самом деле относятся ко всему с огромным вниманием очень черепитильно то есть у них никогда не будет какой-то маленькой группы съемочной это всегда будет как минимум 100 человек работать не знаю над одним коротким метром вот мне бы очень хотелось поработать с ними чуть-чуть я поработала но это было в рамках программы образовательной а так вот чтобы полностью снимать еще такой возможности не было но очень хочу очень хочу очень надеюсь на то что получится все же такие попробовать поработать перенять тоже опять какой-то опыт насколько я знаю что сейчас к нам в казахстан приезжают корейские компании открывают офисы то есть хотят создавать совместное кино вот и в этом году было тридцать лет установление дипломатических отношений поэтому очень много делегаций начала в казахстан и я думаю что у нас с ними еще будет очень хорошая работа вместе я знаю что сейчас вот в фильме который уже 20 числа появится на экрана вот про который мы сегодня говорим там композитор по-моему да из южной кореи да вот мы как раз познакомились когда я училась мы вместе познакомились я ему предложила поработать вместе он согласился тоже будет очень интересный опыт мы это все осуществляли онлайн через зум вот ну в принципе такой формат возможен это не совсем наверное удобно но 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 по итогу результат очень хороший вот я думаю что он смог какое-то свое видение наверное привнести фильм а вот я знаком джейдальбеком кунгужином который очень сильно сотрудничает очень сильно много работает с деливудом из болливудом тоже вот это каскадерская команда который выполняет все трюки в общем мы с ним говорили о том что когда-нибудь возможно алматы может стать оливудом то есть тоже городом который будет на таком же уровне делать невероятные фильмы я вот вас как режиссера хочу спросить когда это будет уже и как развивается кино в казахстане сейчас ну я думаю что в принципе большими темпами но для того чтобы у нас была такая площадка куда спокойно могут приезжать кинематографисты со всего мира это должны быть у нас здесь условия хорошо подготовлены вот там это эта тема уже идет очень давно для привлечения киношников но опять-таки это на уровне просто обсуждение кто-то как-то пытается что-то делать но это все стопориться это на самом деле все сложнее вот но мы в принципе имеем как мне кажется шансы хотя бы даже просто сказать у нас есть прекрасные локации для того чтобы их использовать но просто локации это мало это мало тут должно быть продажен компании которые могут принять эти группы да то есть поставить не только оборудование но вообще все для съемок это сейчас не совсем на хорошем уровне то есть попытки делаются но но мало и недостаточно поэтому я думаю что в перспективе когда но когда это произойдет я не знаю хорошо а еще такой кстати вопрос как мне кажется тоже наверно он очень важный ведь я насколько знаю что для фильма вот привлекались это государство помогло а вот сейчас как государство помогает как-то и развитию вот кино или все приходится самим делать находить инвесторы там или спонсора как это работает есть интерес ну получается с двух тысяч девятнадцатого года существует в казахстане центр вот поддержки национального кино в год два раза разыгрывается конкурс то есть режиссер и сценаристы направляют свои сценарии вот это печень происходит по итогу питчинга оглашаются победители и ну то есть получается в течение года два раза проходит конкурс а потом уже объявляют победители и дают финансирование компании могут снимать свои фильмы вот но не все конечно могут выиграть поэтому ситуации у всех разные вот допустим я первую свою картину выиграла вторую картину с него на частные деньги ну и то есть всегда по-разному ну конечно не легко снимать кино в казахстане все равно кино это очень затратная вещь это требует больших денег поэтому ну мне кажется ситуация стала на мой взгляд лучше потому что по крайней мере вот таких режиссеров как я дебютантов появился шанс вот снимать кино вот вы говорите сказали что вы дебютант и я вспомнил о том что вот турберген турсынович он говорил вот когда рассказал о съемках фильме огонь он говорил что две девушки молодых которые там всем рулили на съемочной площадке вы и еще девушка тоже молодая которая как раз занималась картинкой ставила камеру ну вот оператор постановщик да это называется как как вам вот удалось вдвоем получается ну в первую очередь вам с помощью второй тоже молодой девушки руководить там взрослыми людьми которые там заслуженные не знаю заслуженные какие титулы но в общем настоящие там мастодонты кино а вы вот так вот должны же быть жесткой еще совсем ну опять таки я думаю что это просто немножко стереотипы вот что ну не отрицаю этого факта то что женщина кинематографистам сложнее по крайней мере я буду отвечать только за казахстан я не знаю как обстоят стопроцентное дело в других странах у нас есть такие моменты когда даже у меня на площадке были моменты когда какая-то часть группы относилась несерьезно вот в основном если они видят что снимая девушка скорее всего первое в голове наверное такой момент что это скорее хобби сейчас чуть поснимают успокоится замуж выйдет родит и все на этом история закончилась но такие мысли посещают людей а вот это никогда не произносится вслух но в поведении ты эти моменты замечаешь видишь но благо это происходит не у всех оператор постановщик альгуль нурбулатова она также училась в корее у нас с ней до этого мы снимали короткий метр вместе в принципе абсолютно не было никаких проблем на площадке руководить съемочным процессом несложно вот не сложно и а если люди собрались понимающие если людей нет голове установок о том что снимают девчонки малолетки вот опять-таки это наверное про профессионализм больше того же то ли перья на высока вода ну вот потихоньку потихоньку мы как-то наверное вот эти устои пытаемся сломать здесь в кино присутствует но уже меньшей степени чем не знаю даже года три-четыре назад как-то приходилось вам в один момент я не знаю прикрикнуть там на всех ну или или что-то такое был были какие-то такие ситуации и пришлось проявить себя были были да но я думаю что это происходит наверное не только в моем случае в принципе с мужчинами режиссерами такое тоже происходит бывало бывало что нужно было как-то поставить человека на место вот какой еще был момент неприятные моменты были вот но старались как-то наверно дальше двигаться снимать все-таки же важно закончить фильм да сейчас на себе чувствую меньше но сейчас уже вас воспринимают не как дебютанта вас сейчас уже тоже как нас еще мастера воспринимают ну до мастера я думаю что мне еще очень далеко вот но по крайней мере я не думаю что у людей есть сейчас такие мысли что это просто хобби это уже работа призвание да ну на самом деле мне кажется действительно мастер потому что просто также награды не дают поэтому я думаю что все по делу спасибо что нашли время вот желаю успеха в прокате пускай пускай будут полные залы во всех кинотеатрах где появится а где кстати появится вот где можно будет смотреть я например вот сейчас живу в турции в турции в городе я смогу как-то посмотреть а к сожалению я думаю вы не сможете но в казахстане зрители смогут во всех кинотеатрах я не знаю какую нам дадут роспись какую дадут сетку в плане того что это будет полный день или там все же таки частично поскольку кино не прям такое скажем коммерческое ориентированное вот но после проката я думаю что все же таки какие-нибудь стриминги купят и вы сможете посмотреть да или придется приехать в казахстан еще один хороший повод супер спасибо вам на то что нашли время вот желаю творческих успехов еще наград успеха фильмов и большой привет казахстану спасибо большое спасибо на стране до свидания до свидания